Ну что ж, здорово народ, всех приветствую на канале, с вами Диссар и мы продолжаем наше прохождение Dark Pictures Intelligence, Man of Medan, в общем, Man of Medan и называйте как хотите, интерактивное кино, поехали. Мы закончили на том, что у нас было погружение и так далее и тому подобное, предыдущую серию вы можете смотреть на канале. Ну а сейчас у нас продолжение, давайте посмотрим, что же у нас произойдет с нашими героями и куда приведет их история и кто, соответственно, выживет. Вот он корабль, вот мы поднялись после порожения. Послушаем. Ну что, стильно, братишка. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну может подумал, хлебну для рывка, потом напился, а как напился, так и про нас забыл, ну и выпил все, что там было в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот, ты скоро будешь в миссис Смит, как ощущение? Так, ну конечно же звучит неплохо. По-честному, я как-то не думала, но звучит и в самом деле неплохо. Значит, все запланируем, мы отсудим свадьбу. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. И от них боялся, что ты откажешь. Ну конечно, ну как тут? Ну конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Ты сказала да, и я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Давай, давай, поиграем в сопельки. Я люблю тебя, Алекс. Вот так вот. Так, что там с нашими делами? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Там по сути не напрягался. Эй, а где мой брат? Или Физ? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Так. Ну, и где же, ну, волшебные врата? Официально хочу принести извинения за брата, который ведет себя, как пацан озабочен. Не страшно. Пацанам у права найду. Понрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Пацан. Все развивается не очень стремительно, но интересно, так сказать. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Так, окей, мы отправляемся посмотреть, это что у нас? Как ощущения после помолвки? Гарас пречи, честно. Я столько об этом думал. Не включить ничего, окей. А, даже можно. А зачем под водой? Хотел, чтоб запомнилась. И запомнилась, будь здоров. Окей, все, пофоткали то, что было, ну. Служба воздушно-спасательных операций, остров Кануин. Окей. Офигеть. Все, тут, в принципе, больше ничего интересного. Пойдем, посмотрим, может быть, что-то нам попадется. Ясно, она тоже может только выключить. Ну, ясно. Я пойду найду Джулию. Эй, там уж мясо скоро будет. Нашла планшет? Извини, я отвлеклась. Ничего, найдем его. Не, не, не дают мне погулять, посмотреть. Есть, идем. Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Ну что ж, начнем вечеринку. Так. Эй, полегче, моряк. Не поняла? Осторожнее. Если декомпрессия прошла слишком быстро, не увлекайся пивом. Все нормально. Будем ли кисонка, она уже появилась? Не факт. Иногда кисонная болезнь проявляется не сразу, спустя часы или даже пару дней. Кисонка? Ну, это, если всплыть слишком быстро. А, да, да, это кисонная болезнь. Хе-хе, задрот. В крови застревают маленькие пузырьки азота. Короче, боль адская. Это серьезно. Дайверы умирают от кисонной болезни каждый год. Вот поэтому доктор Конрад и говорит, за это надо выпить. Либо ты в норме, либо тебе надо чем-то заглушить боль. Джулия, я тебе запрещаю сейчас пить спиртное. Да, брось. Запрещаешь? Он че, твой хозяин? Выпей пивка. Так. Давай. Давай, конечно. Да, я лучше пока воды попью. Не хочу рисковать. Внимание. Зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда. Ну, по погоде. Ого. А еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулу из пузеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Но мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Да ладно тебе. Ой, да ладно. Никто не знает, что мы там были. А призраки не расскажут. Вы, американцы, все одинаковы. Чужие традиции ни во что не ставите. Да ладно тебе успокойся. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Ха. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам. Не страшилки. Не развлекалочка. В океане тонут люди. Их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Да-да-да. Она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. Мы послушаем. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? А, ну. В порту я встретил дряхлого старика. Просоленного насквозь. Повязка на глазу. Деревянная нога. И за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атоле. Отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме. Отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови. Еле бредет по берегу. Без сил она рухнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Унезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там на полу лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо. Тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Стоп, ты орудие убийства сменил, а говорил все по правде? Ну, там же столько крови было. Пойди разбери крюк-топор. Ладно. И кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там сидит в шкафу. Ха-ха, муж, значит, предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась? Тогда смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает и... Так и есть. Внутри человек. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. А, ужас какой! Вот это поворот! Круто! Лихо закрутил. Ну, я аж сам испугался. Понят, ты напугал. Здорово. Да, кровище ты не пожалел. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. А-а, не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099. Ага, где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой-ой-ой, блядь. А вот это уже опасно. Но не особо хочется оставаться так На корабле Еще и ночью Это наверное очень стремно Сейчас начнется трэш я думаю Фу я успел нажать Охренеть Охренеть Вот так вот Вы кто блять такие черти а Ну и Так может здесь какая то музычка играет А ну настройки Звук Может действительно На фоне какая то музыка играет Но пока я не слышу ни черта Так что же у нас тут будет Давай Теперь ей А ей не хотите снять парня Конечно конечно Да больно но ничего терпимо Так готово Сейчас будем Джулия Ты как Нормально О че то ублюдок Так тихо Спокойно Все будет нормально Здесь точно никто не погибнет Тише 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 Полный идиот Аликс Что они с нами сделают Да ничего Думать не хочу Надо выбираться Вот мы влипли Давай конечно Надо освободиться Срочно Давай 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 Черт Не вышло Давай Ну по логике надо было осмотреться Чтоб посмотреть Да пошел ты нахуй Я с тобой Потом разберусь Да ладно Никто не знает Еще здесь Детка Здесь никого Кроме нас Давай-ка Развечемся А не пошел бы ты нахер Дерьмакус Слышь отвали Ну больно по печени По печени Прострелил петушку Давай серьезно Чего надо Уроды Одноглазый Джо Что-то хочет Ну и что ты хочешь Ты чего Остынь Давайте Спокойно Спокойно Но не надо так Надо Осторожно Разберемся Пощер нахуй Все спокойно Аккуратненько Что они хотят Ты первый види себя Хорошо Малыш Хорошо Так-так Ладно Ладно Головой-головой Думаем В первую очередь Шули Они идут Аккуратненько Вот уже почти освободились Это уже хорошо Не волнуйтесь Все будет нормально Господи Конрад Ничего получил По щаму Пустите Аликс Эй Руки убери Сволочи Гондон Хлебар Закрой Сам ты Гондон Они ее Ведь не будут Флиз Не тронули А Флиз Я смотрю С ними Прямо Спелось Бреда Видел Нет Но ты это Не волнуйся Этим Небось Просто деньги нужны Давай Повернись Руки не показывай Как приведут Джулию Попробуем на них Напрыгнуть Так Идут Пошель нахуй Гондон Нет Ну что за хрень Так давай Развяжем ее Эй Эй Ты как Что с тобой делали Ничего Не трогали меня Они спрашивали О родителях Что Сколько у них денег Аликс Прости меня Что Что такое Они кольцо забрали Джулия Ничего Ничего Да на срочно Кольцо Жизнь дороже Теперь будем ждать Что они решат С нами делать Все будет нормально Не переживайте Вот гроза началась Восемь секунд Что Восьми милях У них был катер Может его угнать Да Да У них катер У головаря Есть пистолет Ну Кто-то может пробраться на катер Дать сос Если отвлечете их Я залезу на катер Чувак с пистолетом И не заметит Пока я не уплыву Семь секунд Я пролезу в окно Только сначала Надо его выбить Слишком громко Услышит Мы дождемся Удара грома Отлично Я вылезу в окно И на катер А вы пока Отвлеките их Конрад Ты Смотри в оба И двигай на катер Ладно Пошли Давай Давай Сейчас будет все отлично Сделаем красиво Двадц Два Три Четыре Пять Шесть Эй О чем ты думал? Ну какого хрена-то? Конрад Двигай на катер Погнал 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 Тихо-тихо-тихо-тихо Спокойно Иди-ка ты в жопу Конни Давай Сбежать Схватить нож Ну бросай Сборище Дилетантов Флиз Я справлюсь Доверься мне Тише-тише-тише Что ты делаешь Что ты делаешь, идиот? Тише Не сделай хуже Лучше Держать Катер На катер беги Он хочет меня убить Давай Красавчик Погнал, погнал Твою мать Все-все хорошо Есть На этой посудине Его не догнать Отлично Отлично Садись Вон там Ты Сюда Все Живо Французики Блядь Олсен Сюда И кто из вас мне расскажет про это манчжурское золото? Да я могу тебе рассказать. Так, серия получилась отличная просто, друзья. Все интереснее и не интереснее получается. Да хватит пистолет на стол. По-моему у тебя разбито лицо. Мы просто разговаривали. Говори. Говорите тихо. Я скажу. Флиз в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах. Что ты мелишь, Алекс? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про манчжурское золото. Они в сговоре. А ты с ума сошел? Как тебе в голову эта хрень пришла? Ну да, ты идиот что ли? Как ты только смеешь, мажор чертов. Вы все заодно. Это ловушка. И ты нас подставила. Эй, мудила. Мрот закрой. Тихо. Все вы. Ты. Со мной. Давай. Узнай, сколько пробит за шторм. Но только. Давай без глупостей. А то сына пожалеешь. А то сына пожалеешь. Но они, конечно, так разговаривают смешно. Это просто. Дюхов Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюх. Все нормально? Прием. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в ничем не часу должен уйти. Отлично. Все в порядке, Дюх. Скажите, если нужна помощь. Обычно вас не пугает непогода. Все нормально. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. Нет! Блядь, ну ты его опять нажал. Хорошо, когда люди помогают. Согласна? Правда? Да, ей могло прийти, пиздец. Если бы она выпала, это точно был бы конец для ее жизни. Так, тушка тебя! Стой! Ну да, ладно, сбрасывай все. Эй! Вперед! Давай! Так, про братушку мы ничего не скажем. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Ясно. Молчите об этом. Он может нас выручить. Про Бреда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Я с тобой согласен. Ну здорово! Он же может там погибнуть! Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Так, серии будут примерно полчаса сорок минут. Это самое крутое, то что есть. Охренеть. Ну здравствуй, короба. Это тот самый корабль? Охренеть. Охренеть. Пока никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. Вам удалось кого-то спасти. Риск оказался оправданным. На этот раз. Но не подвергнет ли это опасности остальных? Скоро мы все узнаем, верно? По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Давай, конечно. Ха-ха-ха, отлично. Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец. Акт второй. Сцена седьмая. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. Ну, очень-очень интересно, друзья. Вы обязательно ставьте лайкосик, пишите свои комментарии, и мы обязательно продолжим в следующей серии наше прохождение. С вами был Деса. До скорой встречи. Пока-пока.